МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Поставили опись золотым вещам, нашим и детским. Большую часть они взяли с собой. Объяснили тем, что случилась неприятная история в нашем доме. Упомянули о пропаже наших предметов. Так что убеждение, о котором я писал, подтвердилось. Жаль Авдеева. Но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства». 25 июня, понедельник. Наша жизнь нисколько не изменилась при Юровском. Он приходит в спальню проверять целость печати на коробке и заглядывает в открытое окно. Сегодня все утро проверяли и исправляли освещение. Внутри дома на часах стоят латыши, а снаружи остались те же, частью солдат и частью рабочие. По слухам, некоторые из авдеевцев сидят уже под арестом. Дверь в сарай с нашим багажом запечатана. Если бы это было сделано месяц тому назад. Ночью была гроза и стало еще прохладнее. 28 июня, четверг. Утром к открытому окну подошли трое рабочих, подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы, без предупреждения со стороны Юровского. Этот тип нам нравится все меньше. Начал читать восьмой том Салтыкова-Щедрина. Алексей принял первую ванну после Тобольска. Колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода теплая и приятная. Вести извне никаких не имеем. Это была последняя запись, которую император Николай II оставил в своем дневнике. 30 июня 1918 года. Через две с половиной недели посреди ночи царя и его близких разбудили. И в связи с опасностью попросили перейти вниз. Как только все спустились, Юровский, которого император принял за доктора, ввел расстрельную команду и зачитал приговор. Первым достал пистолет и первым же выстрелом убил императора. Это произошло сто лет назад. Как это часто бывает, с мрачными страницами в истории сначала о судьбе царской семьи предпочитали лишний раз не вспоминать. Затем стали искать оправдания. Говорили, что решение расстрелять Николая II и его близких было самовольно принято уральскими большевиками. А потом, в конце 80-х, начале 90-х, страна пережила новую революцию. И на многие события, в том числе трагическую смерть царской семьи, взглянули иначе. Император, его супругу, наследников и четырех человек, которые отказались покинуть царя и разделили его судьбу, стали называть страстотерпцами. Теми, кто принял незаслуженную смерть от злых и жестоких людей. Мучениками, в некотором смысле этого слова. В 2003 году в Сарове родилась идея поставить храм-памятник последнему российскому императору и его близким. Долгих 15 лет собирали деньги, выбирали интерьер, планировали. И вот, наконец, в ночь с 16 на 17 июля митрополит Георгий осветил царский храм. О том, как это произошло, расскажем прямо сейчас. Благодатная ночь. Именно так называют ее тысячи верующих, собравшихся на монастырской площади. 17 июля – дата, которая никогда не сотрется со страниц учебников и навсегда останется в истории нашей страны. Николай II и его семья приняли мученическую смерть ради своего народа. Это такой торжественно внутренне трогательный момент, когда мы все переживаем и вспоминаем, что произошло сто лет назад. И вот этим крестным ходом, молитвенным ходом, мы будем как бы возвращаться в те исторические сюжеты, в те исторические моменты, когда это произошла трагедия. На праздничное мероприятие приехал митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Он и возглавил крестный ход. Ровно в 11 ночи верующие с хоругвами и песнопениями начали шествие от Свято-Успенского монастыря к новому храму, построенному в честь царской семьи. Несколько сотен сыровчан, пенсионеры и дети, паломники и простые горожане, учителя, строители, первые лица города. Все они прошли по улицам нового района, держа в руках свечи и лампадки и размышляя о трагедии тех лет. Для каждого из них этот крестный ход и освящение храма имеют особое значение. По большому счету царская семья, с точки зрения православия, христианства, совершила тот же путь, что Иисус Христос и причисленные к лику святых, они будут почитаться со временем все больше и больше. Поэтому сегодня очень важное событие, как для города, так и для всего православного мира, наверное, в целом. Это наша история. Историю надо помнить. Люди, которые помнят историю, они всегда имеют будущее. Это наш город, как вы все знают, и не только мы разрабатываем оружие, но и духовный центр России. Поэтому смотрите, сколько сегодня людей. Все воодушевленные, все идем на освящение храма. Первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье императора, появился в Сарове не случайно. Именно Николай II настаивал на канонизации преподобного Серафима Саровского и причислении его к лику святых. Поэтому то, что именно в эту ночь прошло освящение храма царственных страстотерпцев, стало для саровчан знаковым событием. Большой праздник для нас, для нашего города. Такое торжественное событие для нашего города, мне кажется. Поэтому не смогли остаться равнодушными и пришли. Вообще освящение храма – это всегда праздник, а такого в Сарове. Поэтому все. Сели на машину, приехали из Нижнего. Царь прославил нашего батюшка Серафима. Это уже немаловажное значение имеет. После правящий архиерей провел чин освящения, на котором присутствовали и благотворители храма. Несмотря на то, что стрелки на часах давно показывали заполнычь, площадь перед храмом была заполнена сотнями верующих, которые после освящения совершили крестный ход вокруг храма. Во многих городах крестные ходы в ночь с 16 на 17 июля уже давно стали доброй традицией, которая, возможно, появится и в нашем городе. Это может быть хорошей, доброй традицией. Потому что царь и император Николай активно участвовал в прославлении батюшки Серафима. И связь монастыря и нашего царственного храма – это невидимая духовная нить, которая должна видимым образом притворяться видимыми такими крестными ходами. Также в эту ночь благотворителям храма вручили благодарственные письма и наградили орденами преподобного Серафима Саровского и медалями святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. Я благодарю вас, отец Александр, за те большие труды, которые под вашим таким руководством совершали многие люди. И храм сегодня имеет благолепный вид как снаружи, так и внутри. Это уникальный проект, деятельность на Нижегородской земле, такая же мчужина в русской архитектуре. Дай Господь, чтобы он был путеводной звездой для многих людей, особенно для наших детей, маленьких наших чад, которые бы, взирая на этот храм, в свое сердце слагали веру в Господа. Спасибо. Я благодарю всех потрудившихся, благотворителей, попечителей. Создание храма царственных страстотерпцев в нашем городе явилось очередным чудом, которое мы, сегодня живущие, можем воочию наблюдать. Свою награду, в первую очередь, я отношу к работе всех тех людей, многочисленных людей, которые трудились над созданием храма. Отношу к тем, кто понимает значимость взаимодействия с Русской Православной Церкви, значимость духовного и нравственного наследия царственных мучеников для нашей страны и для нашего города. Спасибо вам за награду и за ваши теплые слова. Сразу после крестного хода владыка провел первую литургию. Богослужения продолжались до четырех часов утра. Собираясь в отпуск за границу, каждый из нас хочет, чтобы отдых прошел идеально. Долго и кропотливо мы выбираем сначала страны, затем отели и экскурсионные программы. И в погоне за номером мечты или низкой ценой игнорируем информацию о том, какой туроператор несет ответственность за наш отдых. Порой это может привести к неприятным последствиям. Тысячи российских туристов в последние дни оказались в неприятной ситуации из-за фактического банкротства туроператоров. Среди компаний, заявивших о невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами, оказались и одни из самых, на первый взгляд, надежных. Явных признаков, что туроператор собирается обанкротиться, не так много. И обычному покупателю, конечно, они будут не видны, неискушенному обычному потребителю. Нам они, конечно, видны. То есть это не заселение отеля, частая смена или отмена чартерных рейсов, долги перед партнерами, долги перед авиакомпаниями. Чтобы не оказаться в чужой стране без оплаченного отеля и обратного билета на самолет, в Ростуризме в первую очередь советуют обращать внимание на репутацию компании. И на то, включена ли она в Единый федеральный реестр туроператоров. Не менее важный индикатор – стоимость путевок. Если компания необоснованно занижает цены, то, возможно, она и не собирается никого отправлять на отдых. Но если ваш туроператор объявил себя банкротом, а вы уже в чужой стране, сразу обращайтесь в Ассоциацию Турпомощь. Раньше как возвращали? Бортами МЧС, помогите люди добрые. Там сейчас есть Ассоциация Туристической Помощи. То есть, если банкротство случилось, когда вы уже там, есть звонок Туристической Помощи, он тоже везде прописан и в договорах, и в памятках, звоните туда, вас как минимум не оставят и заберут. В Ассоциации туроператоров России советуют все чеки за повторную оплату номера в отеле, покупку новых авиабилетов, расходов на трансфер и так далее, сохранять до возвращения домой. Траты можно подтвердить в том числе выпиской с банковской карты. И по приезду начинайте заниматься возвратом своих денежных средств. Ну, первое, естественно, это приходить в то агентство, где вы взяли, писать заявление о возврате денег. Если частично проплачен тур, то есть тут принимает турист решение сам. Либо он доплачивает эту сумму и отдыхает, и потом пытается эту сумму вернуть со страховой. Как правило, вслед за туроператором банкротится страховая компания. Поэтому, по факту, закон есть, но он не работает. Если тур приобретен, но поездка не состоится, также необходимо подать заявление на возврат денег. Юриста настоятельно рекомендует четко указать, что причиной стало неисполнение туроператором обязательств и невозможность воспользоваться оплаченным туром. И это заявление вновь передавайте в свое турагентство. Именно в его обязанности входит дальнейшая связь с туроператором и получение у него денег за сорванную поездку. Мария Ируничка, Статина Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саров-24. В 20-х годах прошлого века ситуация резко изменилась. Коко Шанель ввела моду на загар и стала популярно отдыхать на морском побережье. Несмотря на то, что солнечные лучи способствуют улучшению кровообращения и повышению иммунитета, влияние ультрафиолета на кожу двоякое. Поэтому, отправляясь за загаром, используйте защитные средства, советуют специалисты. Это будет эффективной профилактикой фотостарения кожи, образования пигментных пятен и развития различных злокачественных образований. При выборе средства обратите особое внимание на срок годности. Просроченные крема в лучшем случае будут неэффективными. В худшем нанесут вред кожи и вызовут аллергию. Солнцезащитные средства служат для кожи защитным экраном, отражающим ультрафиолетовые лучи. Поэтому при их выборе также необходимо обращать внимание на аббревиатуру SPF и рядом стоящую цифру. Она обозначает, во сколько раз можно увеличить безопасное время нахождения на Солнце без риска получить солнечный ожог. Значение величин SPF-фактора может быть в пределах от 2 до 50 единиц. Чем более светлая кожа, тем более высокая цифра SPF-фактора будет стоять при выборе солнцезащитного средства. И если значение SPF-фактора нужно выбирать в соответствии с индивидуальными особенностями кожи, то вот какой тип средства использовать зависит только от вашего желания. Специалисты утверждают, что между кремами и спреями особой разницы нет. Форма крема подходит для кожи сухой и чувствительной. Форма спрея удобна наносить на тело. Также в последнее время популярны солнцезащитные средства, выпускаемые в форме стиков. Они компактны и универсальны в использовании. Главное помнить, ни одно средство не обеспечивает стопроцентную защиту от солнца. В период солнечной активности не забывайте надевать головные уборы и легкую хлопковую одежду. Оказание юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка работы судебной системы. 26 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов пройдет день приема граждан. Всем желающим получить консультации по интересующим вопросам, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Подробности в следующем репортаже. Есть вопрос, но нет ответа. Причиной этого может стать банальная нехватка времени или недостаток информации. Все, о чем хотели узнать, уточнить и выяснить по поводу своих и чужих долгов у судебных приставов, можно будет сделать 26 июля с двух часов дня до восьми часов вечера. Этот день у нас специально сделан для того, чтобы люди после работы спокойно могли к вам подойти, узнать полную информацию о ходе исполнительного производства, решить для себя какие-то вопросы, в том числе и по оплате имеющихся у них задолженностей, просто узнать о том, имеются ли у них какие-либо долги. Единый день приема граждан проводится для повышения уровня доступности и открытости службы судебных приставов. Можно будет получить помощь и необходимую консультацию в рамках компетенции этой организации. О перечислении денежных средств, о поступлении, о тех мерах принудительного взыскания, которые проведены в рамках исполнительного производства, когда, куда были направлены запросы, какие были получены ответы, какие действия были проведены судебным приставом в рамках данного исполнительного производства. Всю эту информацию мы гражданам и представителям юридических лиц предоставим. За шесть часов приема сотрудники службы предоставят максимально полную информацию с помощью базы АИС по конкретному исполнительному производству, независимо от того, сколько понадобится для этого времени. Пока человек не будет удовлетворен полученной информацией. То есть все вопросы, которые он задаст судебному приставу, либо мне, пока он не получит на них ответы, мы его не отпустим. Прием будет проводиться в порядке живой очереди, но если вы ограничены во времени, то лучше записаться заранее. Для этого нужно позвонить по телефону 6-18-55 и сообщить удобное время для посещения, а также детали обращения, чтобы сотрудники могли подготовить решение вопроса к моменту приема и принять меры по существу проблемы. Человеческий капитал молодежи как ресурс развития территории. Под таким девизом прошел Международный молодежный форум «Байкал-2018». Образовательная программа форума была разделена на 10 направлений – добровольчество, молодежное предпринимательство, карьера, диалог, культура, наука и технологии и другие. Увидеть своими глазами самое глубокое озеро мира, а также получить массу полезных знаний и эмоций, посчастливилось и саровчанам. Возможность попасть на форум «Байкал-2018» выпала саровчанам Никите Волкову и Николая Лаптева совершенно случайно. Несколько месяцев назад ребята решили создать свой собственный проект. Суть проекта – это снять видеоклип группы «За лайнбрейк» на песню «За лайнбрейк» с привлечением детей, которые стоят на учете. Ну, то есть их социально адаптировать. Международный молодежный форум «Байкал» собрал более 500 участников со всех регионов страны и даже зарубежья. Иркутск, Сибирь, Монголия, Китай и другие. Молодым людям предстояло пройти сразу несколько этапов предзащиты. Компетентное жюри отбирало лучшие проекты, после чего решали, допускать участников до самой защиты или нет. Мы, можно сказать, не допустились. То есть мы его защищали, проект, но мы его защищали еще на том уровне, когда… То есть не грантово, чтобы допуститься. Там было проектов невероятное просто. Просто их там, ну я не знаю. Чтобы вы понимали, сколько было проектов, мы стояли очередь на предзащиту возле часа, если не больше, под дождем. Несмотря на то, что ребятам не удалось получить грант, на форуме соровчане приобрели много полезных навыков, завели новые знакомства, зарядились положительными эмоциями и получили большой опыт, который в дальнейшем они будут применять в своей работе. Очень круто, что вообще туда попали, потому что, ну, кажется, что это почти нереально, да, это почти 6000 километров отсюда, вот. Самое, наверное, классное – это вот люди, с которыми мы там познакомились. Все еще мы с ними держим связь, со многими будем в дальнейшем работать. Это же совсем другой мир, можно сказать, интересно узнать, как там все происходит, как там все работает и выглядит, вот, насладиться красотой, природой, пообщаться с людьми. В Калининграде подвели итоги третьего международного фестиваля конкурса «Русский Гоффман-2018». Организаторы приняли работы почти от 600 авторов из 19 стран мира. Произведения оценивались межрегиональным профессиональным жюри в пяти номинациях, девизами которым послужили цитаты известного немецкого писателя. В число лауреатов престижного литературного конкурса вошли и соровчане. Депутат городской думы, заместитель редактора газеты, журналист, публицист и писатель. Все это один человек – Иван Ситников. По долгу службы и в силу жизненных обстоятельств он побывал в различных уголках нашей страны, знаком со многими интересными людьми. Накопленный жизненный опыт он не прячет в закоулках собственной памяти и не оставляет пылиться в ящиках письменного стола. Все, что узнал сам и что нашел в архивах, весь этот уникальный материал он облекает форму рассказов, повести и даже телепередач. Просто иногда существует потребность в том, чтобы поделиться какой-то информацией, какими-то впечатлениями с другими людьми. Есть люди, подобные монетам, на которых чеканец одно и то же изображение, другие, похожие на медали, выбиваемые только для данного случая. Это девиз номинации, в которую участвовал Иван Иванович. И в этот раз он не сошел с выбранного пути рассказывать о знаменитых людях, которых судьба прямо или косвенно связала с Саровым. У меня по номинации «Публицистика» было два очерка, которые назывались «Два патриарха». О посещении Саровской пустыни патриархом Пименом и генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. Иван Иванович очень строг к себе и к своему творчеству, и потому всегда прислушивается к мнению соратников по литературному объединению «Радуга». Он высоко ценит талант и профессионализм своих наставников, которые всегда помогут советам и вдохновят на новые творческие начинания. Я хотел бы даже спасибо большое сказать литобъединению «Радуга» о том, что они генерируют, магнитят людей, которые попадают в их сферу внимания. По мотивам конкурсных работ Иван Сидников снял два выпуска проекта канала «16. Исторические очерки», которые уже вышли в эфир. Найти их вы можете на нашем канале в Ютьюбе, о Леониде Брежневе рассказывает выпуск номер 5, о Патриархе Пимене номер 13. Звание одной из самых богатых на народные промыслы областей по праву можно дать нашему региону. Нижегородский край известен своими талантами и традициями. Гости региона восхищаются красивой и нарядной хохломской и городецкой росписью. Холодным оружием половских оружейников и резьбой по дереву. Депутаты ЗАГС Собрания Нижегородской области предложили ввести новый профессиональный праздник – День мастеров народных художественных промыслов. О том, какие умельцы живут в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Василий Матвеев не понаслышке знает, каким характером наделена та или иная порода дерева. Интересное дело, с которым Василий Ермолаевич познакомился больше 40 лет назад, превратилось в любимое хобби. Сегодня, благодаря зоркому взгляду и фантазии мастера, на свет появляются уникальные образы из природного материала. Если она интересная, то я любое дерево беру. А если для резьбы, конечно, лучше там липт или ясин. Они же помягче немножечко. Их резать полегче – хорошо. А так попадается и сосна, и дуб, и ясень. Все попадается. Но резать потруднее. Задача мастера – подчеркнуть естественную красоту рабочего материала, передать его уникальность и природную неповторимость. Путешествуя по лесам, Василий Ермолаевич собирает интересные ветки, корешки и сучья. Уже тогда в голове мастера рождается будущий образ. Иногда герои, которые в итоге появляются на свет, диктуют сама природа. Самая податливая древесина, по мнению мастера, та, что еще не успела потерять свои свежести и не подсохла. Одно дерево, в общем, как бы поддается-то хорошо. Другое дерево сопротивляется, вроде как не хочет, чтобы его, наверное, резали-то. Может быть и так. Как он там думает, не знаю. Но по руке чувствую, что или режется, или не режется. Световая гамма максимально приближена к естественным природным оттенкам. Масляная краска и лаковое покрытие. Последние штрихи и на свет появляются любимые пушкинские герои, вымышленные персонажи и сказочные животные. Сидишь, режешь, думаешь, успокаиваешься. Василий Ермолаевич не гонится за популярностью и прибылью от своих работ. В основном изделия создаёт для домашней коллекции или в качестве подарка близким. Работы мастера выставлялись в Музее народной игрушки, хотя среди более полутора тысяч изделий, созданных за 40 лет, наберётся не одна экспозиция. Для одних просто хобби, для других настоящий спорт. Одно из самых распространённых увлечений во всём мире – рыбная ловля – набирает популярность с каждым годом. Активно этим видом спорта занимаются и в нашем городе. На плотине прошли очередные соревнования по спортивной рыбалке. Подробности в следующем репортаже. Профессиональные спортсмены в сфере фидерной рыбалки за минуту способны выловить до 10 рыб. Борис Ушиваева до такого результата ещё далеко. К этому виду ловли он пришёл уже после того, как набил руку на поплавочной удочке и спиннинге. Как утверждает Борис, фидерная рыбалка дешевле любой другой, да и удобнее просто. Не надо смотреть на поплавок, который находится в 10-12 метрах от себя. Вся поклёвка отслеживается по кончику удилища, которое достаточно близко. Ну и поклёвки намного зрелищнее. Пока мы разговаривали, Борис успел вытащить из воды трёх рыб. Все они отправились в садок. В этом виде спорта победа может зависеть от каждого грамма пойманной рыбы. До взвешивания спортсмены не отпускают даже самую мелкую добычу. Льёт, зараза, противно. Потому что что-то ей не нравится, подходит, отходит. Может хищник подойти и прогнать. Может другая рыба, которая над уклейкой доминирует, может подойти и также её разогнать. А сама просто не будет клевать. Правилами рыболовных соревнований обозначается вид наживки, снасть, время ловли и даже возможность покидать рыбаком своё место на берегу. В городе любителей фидера огромное количество, но заявляют на состязание единицы. Я думаю, что основная причина в том, что люди боятся вот этого соревновательного процесса. Им кажется, что здесь очень много профессиональных рыболов, которых невозможно обловить. Это не так. В спортивной рыбалке, как и в любом другом виде спорта, непременно присутствует спортивная удача. Место, где располагаются спортсмены, выбирается с помощью жребья. А в удачном месте, по мнению Юлии, даже неопытный рыбак может побороться за первое место. Борису Шиваеву повезло. Место на берегу ему досталось рыбное. И как результат, 820 граммов улова и крепкое второе место в общем зачёте. Саровский пейнтбольный клуб «Реактор» завоевал серебряные медали на третьем этапе Кубка Москвы. Эти соревнования – отборочный этап Кубка России и финал Кубка любительских пейнтбольных команд. В турнире приняли участие пейнтболисты северо-западного, южного и центрального федеральных округов по Волжье, Краснодара и Сибири. Затем, как складывались поединки, наблюдала в том числе и наша съёмочная группа. Стартовый сигнал дан. Первый манёвр игроков на поле называется «разбежка». Пейнтболистам нужно как можно быстрее занять своё место за той или иной фигурой. Эта фаза длится доли секунды. И уже здесь игроки стремятся поразить как можно больше соперников. После чего в ход вступает та самая заранее продуманная командная тактика. Задача максимально поразить количество игроков команды противника, пройти на базу команды противника и нажать кнопку. Турниры по пейнтболу проходят по дивизионной системе. Каждая команда играет три отборочных матча и по их результатам определяются участники полуфинала и финала. Если в подгруппе больше 11 команд, играются ещё и четверть финалы. Таким образом, за один игровой день команда принимает участие как минимум в пяти матчах. Если по времени говорить, средний дивизион – это где-то пять матчей по 40 минут. Чтобы вы понимали, это вам не футбол, а в общем, где ребята сгоняли 90 минут и всё отдыхают. Это целый день напряжённой спортивной работы, где команды соревнуются и в тактической, и в физической подготовке, и в личной подготовке, доказывая на поле, кто из них лучше. Игровые минуты на поле проходят быстро. Игроки придерживаются принципа, что цель, которая движется медленно, легче поразить, чем ту, которая движется быстро. Отсюда и колоссальная скорость на поле. Переговоры игроков заглушают сотни выстрелов одновременно из десяти маркеров. Баталиям на матчах предшествует ещё несколько этапов. Команды начинают готовиться к выходу на поле за несколько часов. Поле открыто к просмотру. Такое понятие существует в пейнтбольном турнире между основными его этапами. В эти 15-20 минут на игровую территорию могут выйти команды, которым только что предстоит отыграть средства массовой информации и посмотреть само поле, расстановку фигур, попробовать обсудить тактику, размяться. Наша съёмочная группа не упустила такой возможности побывать в самом эпицентре событий Кубка Москвы по пейнтболу. На турнире у команд есть возможность поработать с тренером-консультантом. Уже не первый раз наставником саровчан становится Денис Голев. Игрок профессиональной пейнтбольной команды «Русский легион». Денис – член национальной сборной, действующий чемпион мира, обладатель Кубка мира и других спортивных регалий. Приезжая сюда, мы встречаемся на поле, выходим. У нас есть предустановленная схема поля, относительно которой мы знаем, куда может бегать соперник, куда можем бежать мы. И, соответственно, я стараюсь рассказать сильные и слабые стороны поля, привязать игроков, зная их особенности. В отборочной серии игр нашим спортсменам удалось без проблем разделаться с соперником и обыграть ближайших преследователей с сухим счетом. Команда и тренер сделали ставку на полуфинал и финал и не прогадали. Пейнтболисты старались не задумываться о том, какой противник их ждет на поле. Саровчане были нацелены только на победу. Хочется сказать слова благодарности непосредственно профсоюзной организации ядерного центра «Сарова», которая поддерживает свою команду «Реактор» с таким хорошим звучным названием. Уже на протяжении многих лет позволяет, во-первых, этой команде принимать участие в всероссийских соревнованиях. А хочется сказать, что команда занимает топ-лист в своем дивизионе. Отличная подготовка и плечо друга как на поле, так и вне его. Благодаря сочетанию этих факторов игрокам клуба «Реактор» удалось выиграть полуфинальный матч и попасть в финал. В последнем поединке счет после двух игр 1-1. Судьбу золотых медалей решил овертайм, в котором удача отвернулась от наших спортсменов. И саровчане буквально подарили победу своему сопернику. Результат – почетное второе место. Сегодня команда играла на очень высоком уровне. В том плане, что у нас выстрелилась хорошая коммуникация. Мы вовремя доносили информацию друг до друга. У нас хорошо получалось отстреливать соперника. И, в принципе, было мало ошибок. По крайней мере, в отборочной серии. И, в принципе, ребята молодцы. Включая меня, мы все, мне кажется, качественно выполняли постановки нашего тренера. И это, собственно, привело к победам. Результаты российских пейнтболистов на мировой арене поражают. Мужская сборная – действующие чемпионы мира. Женщины занимали высшую ступень пьедестала почета три раза. В этом сезоне нашим пейнтболистам не было равных ни на ветеранских, ни на мужских, ни на женских мировых первенствах. Судьба золотого для российских спортсменов сезона решится в сентябре на мировом юношеском чемпионате. Кто знает, возможно, когда-нибудь ряды национальных сборных пополнят и саровчане. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. На этом все. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова